Продолжается скандал вокруг многострадальных выборов в Автово. С мартовских выборов и по сию пору вокруг бюллетеней продолжается мышиная возня, организованная медведями. Все дело в том, что результаты оказались просто провальными для Единой России. Бюллетени опечатаны, однако члены избирательной комиссии, укомплектованной одиозными персонажами с молодогвардейским прошлым и настоящим, упорно пытаются всеми правдами и неправдами получить доступ к ним. До этого члены избирательных комиссий в Автово запомнились тем, что пытались затолкать бюллетени в сумку и бежать с участка или смешивали бюллетени из урновыносных с урной основной, для того чтобы нельзя было заполнить протокол соответствующим образом, то есть шли на откровенную уголовщину. Посему у победивших на выборах кандидатов есть все основания полагать, что допускать таких персонажей к бюллетеням категорически нельзя. Временные комиссионеры попытались получить доступ к бюллетеням в суде, но получили отказ. И тогда они пошли другим путем. К черту закон, административный ресурс куда весомее. После получения отказа в суде, Временная комиссия сама приняла решение допустить себя к опечатным бюллетеням, а осуществлять силовое прикрытие явились сотрудники милиции. Причем, по первому зову гражданочки, осуществляющей обязанности главы Временной избирательной комиссии, явился целый полковник милиции и принялся с рвением отстаивать ее интересы. Видимо, все преступники в Автово давно пойманы, раз милиции больше нечего делать, как встревать в конфликт, по которому еще вовсю идет рассмотрение дел в суде. Я заместитель начальника ОВД по Кировскому району, начальник милиции и общественной безопасности, полковник милиции Чувашкин Александр Геннадьевич. Вы меня все прекрасно знаете. Поэтому еще раз хочу сказать, что существует действующее законодательство об уголовной, административной ответственности, оказании сопротивления, оскорбления, непоминовения действия сотрудников милиции при исполнении своих служебных обязанностей. Поэтому в соответствии с законом и милицией я имею право в случае непоминовения длительного правонарушения применять физическую силу и спецсредства. Сколько дело в суде еще рассматривается, мы имеем предоставлять любые документы, какие считаем нужным. В данном случае мы должны предоставить отзыв, потому что наше мнение в суде спрашивают, где мы являемся также заинтересованным лицом. Наше мнение спрашивают, поэтому отзыв мы предоставляем. Отзыв написать голословно мы не можем. Нам нужно ознакомиться со списками, чтобы отзыв соответствовал действительности. Ну я напомню, что суд отказал из требования списка избирателей, а что касается самого из требований списка избирателей, суд не отказывал из требований списка избирателей. Отказывал в списке? Вот у меня протокол. Виктор Наванович, ну что вы мне рассказываете? Суд, совещаясь на месте, определил. Хадалство представителя заявителя об истреблении списков избирателей отклонить. Суд полагает вернуться к этому вопросу в открытом судебном заседании. Это по одному делу. Открытого судебного заседания еще не было. Оно будет только завтра. А по сегодняшнему делу даже такой оговорки на поле нет. Суд определил. Выстреблены списков избирателей отказать. Точка. Под довольные ухмылки младогвардейских боссов, вскрытие помещения с бюллетенями было произведено как раз в те минуты, когда начиналось заседание суда. Того самого суда, который совсем недавно отклонил требования временщиков из комиссии о вскрытии помещения. Итак, подсчитанные бюллетени оказались в руках временной избирательной комиссии, состоящей по большей части из представителей проигравшей партии. Причем, что происходило в те часы, в которые комиссия уединилась с бюллетенями, неизвестно никому, кроме самой комиссии, ибо наблюдателей в помещение никто не допустил. Теперь, даже не обладая талантом Нострадамуса, можно предсказать новую серию исков в суд от проигравших кандидатов в Единой России. А там, глядишь, выяснится, и что бюллетени посчитаны неправильно, а потому выборы необходимо отменить. Самое интересное в этой истории – это то, что и временная избирательная комиссия, и милиция, которая вместо борьбы с преступностью занимается обеспечиванием безопасности единороссов, и суды, которые заняты выяснением обстоятельств мышиной возни и выведением на чистую воду затеявших ее медведей, да и весь процесс выборов и всего, что с ними связано – все это существует только и исключительно на деньги прошлых граждан. Граждан, которым уже давно понятно, что от их голоса не зависит ровным счетом ничего. Медведям именно это от граждан и нужно, ведь в мутной воде проще ловить рыбку.